Креативная экономика в Украине вообще существует? Да, но мало. Ну, по крайней мере, ее достаточно много, но она не видна. Я бы так ответила, наверное, все-таки. Так, сейчас попробуем тогда разобраться, что же сделать, чтобы ее было больше, и что это вообще такое. Представлю вас и продолжим. Юлия Катьянова, президент фестиваля музыки и креативной экономики «Нова Хвыля». Сегодня в гостях на MyUA. Будет интересно. Оставайтесь с нами. Итак, давайте же расшифруем это понятие, которое так красиво звучит. Креативная экономика. Что это? Что в нее входит? Какие профессии, индустрии, бизнесы? Креативная экономика – это огромный пласт, прежде всего, занятых структур. Казалось бы, ну, всем кажется, креативные люди – это просто люди, которые что-то креативят и создают. Нет. Ведь они… Человек, который создает, обязательно с ним команда, которая это реализует. Соответственно, это очень большой пласт. И я бы хотела сегодня действительно рассказать о том большом проекте, который мы сейчас запускаем. Почему? Потому что Украина… Я считаю, что концентрация творческих людей в нашей стране на квадратный метр просто зашкаливает. Я не хочу обижать никакую другую страну, но Украина действительно в этом сильна. Но в мире, к сожалению, наш имидж, он такой, ну, не совсем креативный. Скорее, наши специалисты уезжают куда-то за границу, проявляют свои возможности. Да. И вот, знаете, это очень обидно. Поэтому я, как яркий представитель как раз креативной экономики, поднимающая эту вообще сферу и рассказывающая об этой сфере в нашей стране, чётко говорю и понимаю, что креативная экономика, она заслуживает отдельного места в нашем социуме, в нашей экономике, нашей страны экономики. И о креативной экономике говорят многие. Вопрос, что делается? У нас делается фестиваль целый, насколько я понимаю, который посвящён и креативной экономике, и музыке. Это целый спектр индустрии. Там должен входить маркетинг, урбанистика, реклама, театры. То есть это полный спектр всех, кто оказывает те или иные услуги людям. Верно я понимаю? Давайте поговорим о фестивале. Зачем он нужен? Для кого он нужен? На кого направлен? Зачем нужен? Вот важный очень вопрос, кстати. Он сразу в тему. Спасибо вам за вопрос такой. Потому что нужен не потому, что мы хотим сделать фестиваль. Нет, мы хотим основать глобальное большое движение в нашей стране, которое будет, естественно, не один год, которое будет развиваться, которое будет иметь своих последователей, которое будет туда, куда будут стекаться люди. То, чем мы можем гордиться. Потому что мы очень прекрасно видим, знаем, чем сильна наша страна. И хотелось бы, чтобы говорили о нашей стране еще в другом аспекте. О том, что наши креативные индустрии, которых мы действительно хотим учесть все в фестивале, они будут говорить не просто как что-то сделано, а что это глобальное большое движение, то есть большой проект. На что он нацелен? Он нацелен для того, чтобы креативным индустриям, особенно если в начальном этапе, очень сложно продвинуться. Много есть факторов. На эти деньги заявить о себе, какую-то поддержку получить. На что-то, на команду взять и так далее. Так вот этот проект как раз нацелен на создание такой единой платформы. Это прежде всего, конечно же, глобальная интернет-платформа, где будут стекаться все креативные индустрии и креативные люди, которые что-либо создают в нашей стране. И наши специалисты и ряд специалистов, которые будут помогать нам в этом, они будут им помогать, вплоть начиная от того, как создавать бизнес-план, заканчивая как провести переговоры с инвестором и помочь с инвестированием. Потому что очень много происходит мероприятий, но они все по направлениям. То есть либо это мода, либо это музыка, либо это кино. Вот мы как раз хотим соединить. Причем мы хотим взять те вещи, которые, к сожалению, не говорятся особо. Кроме музыки, фэшн и аудио-визуального искусства, есть очень много красивых искусств, о которых мы не знаем. Даже 3D-музеи, библиотеки, о которых мы тоже особо даже не знаем. Это тоже креативная индустрия. Это тоже креативно, да. Есть великолепные проекты, когда 3D-картины невероятные, и это создают наши украинцы, понимаете. И когда ты понимаешь, какой серьезный потенциал в нашей стране, мы его можем грамотно экспортировать, но для этого, конечно, нужна мощная едино объединяющая система, которая будет помогать большой волной двигаться. Именно поэтому мы называемся нова хвылья на украинский лад, новая волна, новая волна. Это может быть огромный потрясающий современный канал заработка для всей страны, который будет привлекать и иностранных каких-то инвестиций. Можете ли подробнее рассказать, что будет представлено на фестивале, какие направления и что будет происходить? Что это за форма? Просто какие-то концерты, панельные дискуссии, кого-то будете привлекать из властей. Как это должно работать? Вообще мы замахнулись на действительно грандиозный проект. Ну, наверное, знаете, когда человек масштабно не мыслит, то не получаются большие проекты. То есть великие идеи рождают великие проекты. Вот наш проект как раз нова хвыля, креативный довоз. Она о том, как мы можем создать большую платформу и учесть 12 направлений. У нас очень много направлений. Это большая командная работа, которая уже ведется специалистами по 12 направлениям. Это музыка, это архитектура, это урбанистика, это ландшафт, это дизайн, это мода, это аудио-видео-изыкальное искусство, это музеи, библиотеки, театры, кино. То есть там огромный список. Мы потом будем объявлять по каждому списку. Важный момент то, что каждая индустрия будет представлена не только в виде панельных дискуссий, она прежде всего будет визуально представлена. Ее можно будет посмотреть, пощупать, почувствовать, окунуться в эту атмосферу. И фестиваль мы планируем минимум три дня. Когда это планируется? Ну, планируем вообще в следующем году. Думаю, что это будет конец лета. Это будет Одесса. Ну, Одесса, потому что это такой город особой энергетики, и он все-таки, наверное, самый неополитичный такой. Так, Одесса больше подходит, чем Киев по состоянию души, если так можно сказать. Да, да, да. Они вот все-таки такие более живые, наверное. Ну, и я думаю, что каждому даже киевлянину захочется приехать с Киева в Одессу к морю. Вот, поэтому мы планируем это делать в Одессе. Но концепция развития проекта предполагает, что мы будем по всем городам это делать. То есть это не только. То есть первый год – это Одесса, мы как бы хотим начать с Одессы. Вот, потом это будут другие города. Это будет минимум три дня, думаю, четыре, ну, учитывая, то есть три основных дня. Почему три? Потому что, во-первых, большое количество людей, да, во-вторых, три дня уже доказано погружает человека в особую атмосферу. То есть как бы вот два дня, один день нет, два дня вроде, да, а вот три – самый идеальный вариант, как бы, да, вот, потому что будет, естественно, будет музыки много, много будет выступлений, и это будет локации, 12 локаций. То есть фактически вся Одесса будет заполнена людьми. То есть это не в одном месте, это будет разбросанное по городу, локации каждый по свою тематику. Да, совершенно верно, да, да, да. Кто сможет принимать участие в фестивале? Это представители индустрии, которые хотят заявить о себе? Мелкий бизнес, крупный, средний, какие-то сольные исполнители можем ли как-то обобщить или, наоборот, конкретизировать? Да, вы знаете, мы как раз хотим поднять волну именно вот самую-самую, то есть те, которые вот что-то только начинают в первые шаги, либо уже сделали шаги. Конечно, будет и крупный бизнес, но крупный бизнес, он уже всегда стоит на ногах более-менее, он может просто там имиджево всегда участвовать, им это всегда, естественно, интересно. А вот интересно всегда как раз новые лица, ведь новая волна – это о новых лицах, да. Мы знаем прекрасно, у нас в музыке великолепное, огромное количество талантов, да, но на ТВ мы видим определенные только лица. Кому-то не хватает продюсирования, денег, опять же, возможностей. Да, 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 поэтому мы как раз хотим дать возможность ожить, задышать вот этим вот новым творческим людям, коллективом, которые креативят что-то, создают каких-то мастерских там, неважно, в каком они состоянии, важно, что у них есть как бы, да. У нас, конечно же, будет большой отбор, мы будем это все принимать заявки онлайн на платформе, смотреть, рассматривать, потому что мы, думаю, что физически не сможем всех выставить в реалии, но, тем не менее, конечно же, мы очень хотим показать действительно новые лица новой нашей страны, вот как бы об этом мы хотим поговорить. Какие возможности появятся в итоге у участников? Узнать друг друга, найти себе бизнес-ангелов, инвесторов, партнеров, что это может быть? Все то, что вы перечислили. Да, потому что они будут находиться не только среди своих специалистов, не только с людьми, которые близки им по специфике сферы деятельности, они будут находиться совершенно среди разных людей. Естественно, там есть возможность найти себе и партнера, и друга, и бизнес-партнера, и бизнес-коммуникатора, и инвестора, потому что мы привлекаем инвестиционные фонды. И когда мы рассказываем международным инвестиционным фондам о том, что мы планируем делать, вы не представляете, какая реакция. Сразу говорят, мы хотим, мы хотим это, потому что мы знаем прекрасно, что уважающиеся огромные компании, они выращивают специалистов, начиная со школьной скамьи, причем неважно, где он находится, в Америке, в Индии, то есть его выращивают и забирают сразу к себе. И они понимают, международные фонды, что концентрация всех творческих людей в единой платформе, это то, что действительно может работать как бизнес прежде всего. Поэтому на это и нацелено. IT-сфера тоже входит в креативные индустрии, то есть это как раз те, кого сейчас стоит выращивать со школьной скамьи, как бы сказать. Насколько наши креативные индустрии интересны иностранным инвесторам на данном этапе? Какие перспективы? Будете ли приглашать на фестиваль иностранных инвесторов? Обязательно будем. Мы уже пригласили, причем очень большое количество, особенно с арабского рынка. В силу определенных обстоятельств мы работаем плотно с этим рынком. Им очень это будет интересно. Так исторически сложилось, что, понимаете, не во всех странах есть люди, которые с техническим подготовкой, образованием. Ну, не во всех странах были техникумы, какие-то специализации, которые у нас были. У нас генетически нация, она умеет создавать что-то. Ну, это в силу разных факторов, наверное. Так вот, как раз многим инвесторам, многим зарубежным партнерам очень интересны украинские, извините, мозги, наверное, но тем не менее так и есть. И огромное количество есть проектов, где, я думаю, вы тоже слышали, знаете, на слуху компания, а потом в итоге оказываются корни с Украины. Мы всегда очень радуемся, когда такое узнаем. Но тем не менее мы только радуемся, и все. А по факту мы понимаем, что мы только потом уже узнаем, что он с Украины. Как приятно будет, если это изначально будет идти с Украины, это грамотно под флагом Украины будет нестись. Чтобы не было оттока этого интеллектуального капитала, как вы сказали, собственно, отток мозгов, такое есть и понятие. К сожалению, люди покидают нашу страну, так как нет условий. Фестиваль поможет создать основу для условий, в которых людям было бы выгодно здесь оставаться, выгодно развиваться, как вы считаете? Я считаю, что да. Знаете, потому что очень бы как раз хотелось бы, что наша страна, она такая, она особая. Вот глядя на карту мира, понятно, каждый так, наверное, скажет за свою страну, но вот здесь доля есть, конечно же, патриотизма, но есть основной момент, что наша страна, она может очень многое делать. Она настолько конкурентно способна во многих отраслях может быть, и как раз это креативная экономика, естественно, то, о чем мы говорим. Но есть другие факторы, которые мешают это сделать. Так вот, как раз мы считаем, что этот проект, создавший этот проект, мы сможем оставить эти золотые мозги наши, люди, которые создают, производство, которое создаются здесь. И пускай они экспортируют и вносят лепту в наш бюджет нашей страны, нежели они будут помогать в бюджет других стран, как это, к сожалению, часто происходит. Можно ли сказать, что в наших учебных заведениях, в тех же вузах, о школах, я вообще не говорю, игнорируют, по сути, креативную индустрию, а могли бы популяризовать сейчас этого недостаточно, или мне кажется? Очень правильно сказали. Вы знаете, не то, что могли бы, забивают, я бы так сказала даже, потому что креативное мышление, это как раз интересное обучение, это всегда какие-то инновационные, какие-то другие подходы. То, что учат в наших школах, это схожее на том, чему учат в других странах. То есть нет живости, хотя у нас очень живые люди, и я считаю, что на государственном уровне нужно принимать такие обучающие платформы о креативе, потому что нашим людям, вот дай что-нибудь, и сразу будет масса информации, масса идей, сразу же, у нас очень живые люди, мне есть чем сравнить, я как бы с многим миром общаюсь, общаюсь и часто живу не в этой стране, и вижу, что происходит, как бы, да, то есть наши люди, это вот только скажи А, и Б, В, Г, Д, уже все будет, да, причем особенно наше поколение, я считаю, что нашим поколением особенно надо заниматься, и, кстати, новая волна как раз нацелена на это, чтобы вот эти дети, которые сейчас подрастают и смотрят уже и говорят, я буду учиться в другой стране, нет, может быть, ты останешься здесь учиться, потому что ты видишь перспективу, да, вот, и это важно, тем более мы планируем еще делать дополнительное, отдельное направление, новая волна для детей, и вот как раз вот этот возраст такой, такой вот особенно, ну, кроме детского, еще есть возраст, которым особо никто не занимается, это подростковый возраст, да, это возраст, в котором люди, которые вообще самые важные, по сути, когда человек становится нормальным. Да, в котором формируется какое-то свое правильное мышление и кто он будет, да, потому что если не заняться этим ребенком в 15 лет, то чего мы будем ждать от него в 20, да, то есть как бы, если вы правильно направите, и если он что-то создает, что-то делает, что-то генерит, то его надо подтолкнуть, поддержать, и вот как раз новая волна, она будет о том, о том, как поддержать, как, то есть как минимум, куда будет обратиться, и чтобы тебя услышали. Это здорово, это так важно показать возможности, кем ты можешь стать и куда ты можешь пойти и применить себя. Детский фестиваль планируется одновременно со взрослым, или это на будущее запланировано? Не знаю, пока сейчас не могу вам ответить, наверное, вообще мы планировали одновременно, но мы понимаем, что мы взяли огромный пласт, просто. И для взрослых уже. Для взрослых, да. Я думаю, что детский, наверное, будет попозже, возможно, через полгода, то есть если там наш будет большой фестиваль, новохвыля, креативный довоз в Одессе, в августе, июль-август, то детский, возможно, там это будет ноябрь 22-го года, но будем смотреть. Почему креативный довоз? Довоз, как правило, ассоциируется со всемирным экономическим форумом. Что тут обыграли в названии? Вы знаете, вот нам тоже много задавали вопросов, почему довоз, вы, возможно, не имеете права взять, потому что это город такой. А вы знаете о том, что довоз, создание довоза, как раз было основано одним нашим украинцем, и его супруга жива, его уже, к сожалению, нет, она жива, и мы уже проводили переговоры о том, чтобы взять это название. Вот опять-таки, видите, оказывается, Украина и тут есть, понимаете? Мы всюду можем найти свои корни. Да, вот, поэтому, почему креативный довоз? Опять-таки, потому что мы хотим как раз повернуть вектор. То есть мы все знаем, ассоциация у всех, что довоз, а это экономический форум, на котором съезжаются сильные мира, СИГО решают, что нам делать дальше. Вот, а мы же как раз хотим рассказать о креативе, о том, что происходит в мире, что происходит в Украине. Мы хотим приглашать специалистов по направлению, вот представьте, 12 направлений, по 12 направлениям, не только с Украины, но и спикеры по этим же направлениям со всего мира будут съезжаться и обсуждать тематику креативности, то есть об этом. Делиться опытом, в каких странах уже успешно это применено и так далее, вы об этом? Да, да, то есть делиться опытом, находить какие-то, возможно, коллаборации, возможно, это будет что-то, перерастет в что-то другое, то есть как бы, ну, как минимум, всегда интересно послушать, что же происходит в твоей сфере, в другой стране, да, выслушать, поделиться опытом, обменяться мнениями и привести к какому-то дальнейшему результату. Где можно позаимствовать что-то интересное, чтобы тебе как раз пригодилось. Да. Кто может подавать заявки на участие в ваших фестивалях? Как это сделать? Куда обратиться? На какой сайт зайти? Куда написать? Можем инструкцию прямо такую предоставить? Обращаться могут абсолютно все, все, которые считают себя, что не относятся к креативной экономике, то есть независимо от пола, возраста, даты рождения, где бы вы ни находились. Если вы считаете, что вы работаете в креативном индустрии, вы что-то создаете, делаете, мастерите, не знаю, уже производите, экспортируете, поете, танцуете, вот все, что вы считаете, то есть обращайтесь, есть сайт, официальный сайт, куда вы можете отправлять, заполняете форму, отправляете заявку, мы каждого обязательно просматриваем, обязательно связываемся, обязательно, это важно. То есть нам обратная связь, как минимум услышать, что это действительно люди, которые хотят, и мы настроены на то, чтобы максимально было количество охвата людей уже в первый фестиваль. Мы понимаем, что с каждым годом это будет нарастать, но с каждым годом и появляются новые лица. Именно об этом же проект, проект о новых лицах, чтобы показать новую Украину. Сейчас это такая презентация, визитка креативных индустрий страны, поэтому это должен быть довольно масштабный фестиваль, как мне кажется. Да, да, он не сможет быть не масштабным, только потому, что 12 направлений, это очень много, это действительно много. И три дня. И три дня, да, это такой вот онлайн постоянный, но мы очень надеемся, что это такое мощное движение, которое начнется, действительно подымет, всколыхнет Украину. Вот именно об этом проект, чтобы поднять, поднять даже, прежде всего, знаете, свою внутреннюю уверенность, сказать, что да, я создаю, да, я нахожусь на территории Украины, да, Украина мне помогает. Вот это важно. Гордость за себя и за страну, получается. Да, да, ну, хотелось бы, знаете, как бы, чтобы люди гордились, что они родом с Украиной, что Украина действительно не только говорит, но и помогает. На какое количество участников рассчитываете, или так заранее, пока сложно предугадать? Ну, не знаю, но мы думаем, что, ну, тысяч пять, наверное, будет у нас. Это очень масштабно звучит. Мы так хотим вот масштабно. Вот знаете, как бы, если целишься в Луну, попадаешь в звёзды, да, так вот мы в Луну как раз целимся так, чтобы было много, чтобы было действительно все звёзды поднять. Мы представляем уже, как будет после, то есть, когда тот человек, который был где-то в каком-то небольшом городке, неважно там, да, и он завтра просыпается уже звездой, в настоящем смысле этого слова. Причём это не обязательно быть звездой только в вокале, это же может быть в его индустрии, о которой человек, возможно, считал, что она, в принципе, неинтересна, как это часто бывает. Тут смогут заявить о себе. Гости, зрители фестиваля также будут, смогут приходить по билетам либо онлайн, какие-то зрительские места, концерты для них запланированы? Да, конечно, конечно, она запланирована, то есть, у нас три дня, это будет, то есть, днём это выставки, это можно посетить, это будет по билетам, конечно, посмотреть, как бы пообщаться с реальными людьми, которые это создают, творят, потанцуют, поют. И вечерняя программа обязательно, это и шоу-программа, это и выступления, опять-таки, вот этих звёзд новых, которые мы хотим, в общем-то, поднять и показывать миру, что вот у нас есть такие замечательные новые лица в новой волне. Я желаю, чтобы всё получилось у вашего проекта, думаю, что мы ещё не раз встретимся, обсудим, когда будет больше конкретных подробностей уже ближе к дате. Спасибо, что сегодня к нам пришли, это было интересно, полезно, и, надеюсь, много заявок посыпется на ваш сайт после нашего эфира. Юлия Катьянова была сегодня в гостях на MyUA, спасибо, что вы были с нами. Субтитры подогнал «Симон»